Всем привет! Это четвертый и последний выпуск из отпуска на Тенерифе. В этой части я хотел бы показать вам знаменитый вулкан Тейды. Также побываем на севере острова, где виды не передать словами. Всем приятного просмотра! Всем привет! Сегодня у нас предпоследний день отпуска. Решили его потратить на все, что не успели. Посетить вулкан Тейды и посетить рыбный ресторан Лаола называется. Там сумасшедшие какие-то отзывы о нем. Там правда график такой неудобный. Он работает с часу до 4 по будням, а на выходные дни он вообще закрытый. Дорога с южной части Тенерифа к вулкану Тейды заняла у нас около двух с половиной часов. На половине пути климат начал меняться и соответственно растительность тоже. Интересный факт. Хвойные леса, которые здесь растут, имеют необычные особенности. Они питают остров пресной водой. Только как? Они поглощают из атмосферы влагу и направляют ее к корням. То есть работают в обратном направлении и поэтому они охраняются государством. Остановились на такой смотровой площадке. Показать, что мы уже выше облаков. Там он океан. Везде уже сосновая роща. Очень красиво. Температура уже понизилась. Было возле океана 25 градусов, а теперь у нас уже 17. Дальше продолжаем свой маршрут. Остановились показать вам такую красоту. Поехали. Так, приехали мы на одну из смотровых площадок. Конечно, ехали на Тейда, а приехали на Марс. Такое ощущение завораживающе страшное. Не знаю, я такого еще не видел. Хотя я много где был, видел там разных, но такого нет. Очень много людей собирается, все фотографируют, смотрят. Вот это все охраняется законом. Это все заповедник. Национальный порт Тейда – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вулкан Тейда занимает площадь более 18 тысяч гектаров. Это место словно другая планета. Застывшие лавные поля, причуденные скалы образования напоминают инопланетные ландшафты. Здесь можно найти скалу Палец Бога, которая возвышается на фоне вулкана. А ночью – одни из лучших условий для наблюдения за звездами. Вулкан Тейда – это не только красивый вулкан, но и популярное туристическое место. На вершину можно подняться с помощью канатной дороги, а для самых смелых есть пешеходные маршруты. Но помните, что на высоте воздух становится разряженным, так что лучше заранее подготовиться. Интересный факт. Разница температур на вершине может достигать 35 градусов, в то время как на побережье Тенерифы комфортный плюс 25, на вершине может быть минус. Вулкан Тейда – это самый высокий пик Испании. Его высота – 3715 метров. Является третьим по величине вулкана в мире, если считать от основания на дне океана. Вулкан – извержение было более 100 лет назад, в 1909 году. Итак, посетили мы вулкан Тейды. Конечно, да, тут вид. Но это не передать ни камерой, ни рассказом, ничем. Это просто надо видеть. Это как другой мир. Воздуха тут маловато. Чувствуется задышка. Не надышайся. Говорят, вообще на вершине самой. Там вообще уже и холодно очень. Мы приехали, возле моря была температура 28-27 градусов. Сюда приехали уже 15. Говорят, там плюс 3, плюс 4. Где-то примерно такая температура. Очень довольны, что мы тут побывали. Да, ну того стоит раз жизни. Хотя бы посетить такие места. Обалденно. Привет. Огромная мощность. Но вот потом, никогда. Субтитры подогнал «Симон» По пути от Тейды мы сделали еще одну остановку Показать астрономическую обсерваторию Эта обсерватория считается одной из самых лучших за наблюдением за космосом За звездами, за космическими объектами Выявление космического мусора Над этой частью острова запрещено даже летать самолетом Потому что от их выхлопа мешает наблюдению Конечно, атмосфера тут обалденная Мы сейчас где-то на высоте 2500 метров Планируя посещение Тенерифы, я вам рекомендую пожить в двух частях острова Если в южной более пляжный и теплый климат, то в северном более зеленый и прохладный Поверьте, и там, и там есть на что посмотреть Также это сэкономит вам время на поездках Будьте внимательны на серпантинах Эти виды будут вас очень отвлекать за рулем Поэтому лучше сделать остановку на смотровых, чтобы насладиться этой природой Редактор субтитров А.Семкин Добрались мы до Лаолы Конечно, серпантин этот Это что-то с чем-то Мы до Маска ездили в ущелье Думали там жесть Оказывается Это только начало Вот так этот выглядит ресторанчик Не знаю, сейчас зайдем, попробуем Вкусно маршрута Но тут, конечно, красота Северной части горы Более зеленые Так, мы приехали Мы в Лаолу Два часа мы ехали По этим серпантинам Уже голова кругом То давление стреляет То уши закладывают Вывод такой Приехали Подходим Они нам говорят Класс Я говорю Отлично Два часа мы ехали Стоять до сюда Это Я олене еще по дороге говорю Это до какой степени Вкусная еда там должна быть Чтоб вот это все оправдалось А получилось так Что мы приехали Нам Дулю показали И мы ушли Все Мы спустились чуть-чуть ниже Тут с видом обалдели Покажи вид Спустились Попросили В кафе Две фирменные Ихни еды Они сказали Осьминог Салат Еще что-то Мы не разобрались Сказали сразу Давайте нам Две рекомендации Для твоих Идем Поснимаем Что-то Тут очень красиво Конечно Там будем На домой ехать Так Мы нам нанесли еды Конкретно Мы переживали Что мало будет А теперь я понял Что нормально Ну и рыбка у нас Катошка Тут осьминожек Тут салатик Вот это намазка Чеснечная Прям как Дома Пампушки Сейчас знакомые Ай-яй-яй Как вкусно Так что Давай Одинчик Будем После вкусного Обеда С потрясающим Видом Наше настроение Улучшилось В разы И мы пошли Наблюдать За сельфингистами Которые Скользят По высокой Волне Также На небольших Скалах В океане Есть Смотровые По которым Можно зайти С пирса И наблюдать Стихию воды Разбивающейся Об скалы В общем Мы посетили Все локации Которые Планировали И остаток Отдыха Мы проводили Уже на пляже На этом все Спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok